Украинский тупик, трагедия газы и Пригожинский мятеж. Чем запомнится 2023 год? До Нового года остаются считанные дни. Еще немного, и человечество перевернет очередную страницу истории. 2023 год принес нам немало тревог и испытаний, но в то же время он показал, что сплотившись, объединив силы и поддерживая друг друга, люди способны противостоять любым невзгодам. Белта предлагает вспомнить, каким был уходящий год, чем он запомнился и чему научил. Провал, контрнаступа и НАТО не амазон. Как Украина оказалась в тупике? Конфликт в Украине и в нынешнем году стоял в авангарде мировых событий. Когда в январе страны НАТО впервые заявили о поставках Киеву тяжелой наступательной техники, стало очевидным, что конфликт выходит на новый виток эскалации. Тогда казалось, что Запад перешел все красные линии. Но это было лишь начало. Вслед за танками в Украину прибыли ракеты большой дальности, способные достигать территории России, снаряды с обедненным ураном, кассетные боеприпасы. Кроме этого, Запад одобрил передачу Украине истребителей F-16. Однако, несмотря на колоссальную помощь западных партнеров, Украина так и не смогла реализовать планы масштабного наступления. Широко анонсируемый украинский контрнаступ был полностью провален, а главнокомандующий ВСУ признал, что ситуация зашла в тупик. Оказались тщетными и надежда Киева на присоединение к НАТО. На саммите Альянса в июле Украина рассчитывала получить официальное приглашение на вступление, пускай с открытой датой, зато зафиксированной документально. Однако в Альянсе заявили, что Украина не соответствует западным стандартам, Киеву есть над чем работать и вообще НАТО не Амазон. Касательно последнего можно было убедиться уже осенью, когда помощь со стороны Запада начала стремительно сокращаться. В США финансирование Украины блокируют республиканцы. В ЕС для этого есть Венгрия. В целом отношения Украины с западными союзниками за последний год претерпели удивительные метаморфозы. Это особенно заметно по тону западных СМИ. В 2022-м американский журнал «Тайм» назвал президента Украины «Человеком года». В нынешнем году Владимир Зеленский вновь оказался на обложке «Тайм». Он изображен стоящим в одиночестве спиной к зрителю. «Никто так не верит в нашу победу, как я». «Одинокая борьба» Владимира Зеленского гласила подпись. Еще немного, и Украина может стать хрестоматийным примером того, как Запад бросает своих союзников. Для украинского народа это трагедия, но для многих государств – ценный урок. Стоит отметить, что в этом году ряд государств озвучили предложения по мирному урегулированию в Украине. В свое видение выхода из кризиса предложили Беларусь, Китай, страны Африки, Ватикан, Турция, Венгрия, Бразилия. Сегодня призывы к диалогу звучат практически со всех континентов. Все больше стран демонстрируют понимание того, что без прочного мира и безопасности не может быть устойчивого развития на планете. Катастрофа библейского масштаба. Что происходит в Газе? Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал 7 октября 2023 года «черным днем в истории еврейского народа и самым ужасным днем со времен Холокоста». В этот день многолетний конфликт между Израилем и Палестиной перешел в горячую фазу. Боевики Хамас проникли в приграничные районы на юге Израиля, открыв огонь по военным и гражданскому населению. В результате действия Хамас погибли более 1200 человек, включая детей, женщин и стариков. Свыше 200 были захвачены в плен. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», нанося удары по сектору Газа и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения произошли и на западном берегу реки Иордан. Военные действия продолжаются до сих пор. Число погибших в Анклаве превысило 20 тысяч. Свыше 50 тысяч человек пострадали. Около 70% погибших – дети и женщины. Генсек ООН Антонио Гутерриш заявил, что противостояние в секторе Газа привело к беспрецедентным потерям среди мирного населения. Из-за блокады со стороны Израиля Анклав оказался отрезан от гуманитарной помощи. Гражданское население столкнулось с дефицитом воды, продуктов питания и лекарств. В конце ноября Израиль и Хамас достигли соглашения о временном перемирии и освобождении заложников. Это позволило освободить из плена Хамас более 100 человек. Израиль, в свою очередь, освободил из тюрем сотни палестинцев. Однако 1 декабря стороны возобновили боевые действия. Происходящее в секторе Газа не зря называют катастрофой библейского масштаба. И речь не только о гуманитарной ситуации в Анклаве. Если спираль насилия продолжит раскручиваться, то огонь войны может распространиться по всему Ближнему Востоку. А что произойдет дальше, спрогнозировать невозможно. Ясно одно – события в Газе способны положить начало масштабным политическим и экономическим сдвигам не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Консолидация глобального юга. Что показал саммит Брикс? Термин «глобальный юг» появился более полувека назад. Однако лишь сейчас под ним начали подразумевать нечто масштабное, способное оказывать влияние на весь мир. Глобальный юг – это развивающиеся государства Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии. Многие из этих стран сотни лет находились в колониальной зависимости от Запада. Сегодня они готовы самостоятельно определять свое будущее, заняв особое место в формирующемся миропорядке. У коллективного Запада есть свой неформальный международный клуб – G7, где согласуются общие подходы к актуальным международным проблемам. В этом году стало очевидно, что для глобального юга таким клубом становится Брикс. Трехдневный саммит объединения, который с 22 по 24 августа состоялся в Йоханнесбурге, стал крупнейшей за последние годы встречей представителей государств глобального юга. В нем приняли участие лидеры порядка четырех десятков стран. При этом свыше 20 стран выразили готовность присоединиться к объединению. Такой интерес вполне объясним. В настоящее время Брикс – это пять крупнейших стран мира – Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, в которых проживает более 40% населения планеты. Государства объединения обеспечивают около 30% мирового ВВП и около 29% международной торговли. При этом темпы экономического развития стран Брикс быстро увеличиваются. Согласно данным МВФ, в 2023 году страны Брикс обошли государство G7 по объему ВВП. Многие страны видят в Брикс ту позитивную силу, которая способна изменить мировую экономику и политику, а также создать более справедливую и сбалансированную систему международных отношений. И на саммите в Йоханнесбурге страны Брикс показали, что готовы сделать шаг вперед и стать консолидирующей силой для всего глобального юга. Ключевое решение саммита – принять в состав объединения еще шесть государств. И это только начало. К следующему саммиту объединения, который пройдет в 2024 году в Казани, поручено подготовить список перспективных стран-партнеров. Помимо вопросов расширения Брикс, важной темой саммита стало повышение роли национальных валют во взаимных расчетах, укрепление потенциала нового банка развития и пула условных валютных резервов Брикс, а также совершенствование платежных механизмов. Это необходимо для снижения зависимости от внешних валют и платежных систем, контролируемых Западом. Сегодня Брикс является важнейшей площадкой для диалога развивающихся государств и стратегическим каналом коммуникации для глобального юга. Это объединение способно стать одной из опор более справедливого, полицентричного миропорядка. Однако называть Брикс антизападным блоком, как это нередко звучит на Западе, было бы некорректно. Страны Брикс, если смотреть шире страны глобального юга, готовы сотрудничать и взаимодействовать с Западом, но лишь на основе равенства, невмешательства и взаимной выгоды. Что посеешь? Что проросло из украинского зерна? В июне Россия сообщила о выходе из Черноморской инициативы, или так называемой зерновой сделки. Изначально данная инициатива предполагала экспорт украинского зерна нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки. Однако сделка, заключенная с гуманитарными целями, превратилась в коммерческий проект. За год работы Черноморской инициативы в общей сложности было вывезено 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз. На долю беднейших государств, в частности, Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3% всех поставок. Кроме этого, ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под западных санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. В Кремле заявили, что Россия вернется к зерновой сделке, как только условия соглашения будут выполнены. При этом в Москве пообещали оказывать помощь беднейшим странам в поставках зерна и продовольствия на безвозмездной основе. Об этом, в частности, заявил президент РФ Владимир Путин во время саммита «Россия-Африка», который прошел в июле в Санкт-Петербурге. Тема украинского зерна получила довольно неожиданное и, можно сказать, скандальное продолжение. После того, как Россия вышла из зерновой сделки, а также уведомила, что отзывает ранее выданные гарантии безопасности судоходства в Черном море, в соседней Польше началась настоящая паника. Ведь в такой ситуации можно было ожидать, что Киев перенаправит поставки зерна сухопутными путями через ту же Польшу. Неконтролируемый импорт дешевого зерна из Украины поставил бы польских фермеров на грани разорения. Перед Варшавой стоял непростой выбор – между солидарностью с Украиной и благополучием собственного народа. Учитывая, что события развивались накануне парламентских выборов в Польше, во время которых власти и оппозиции боролись за каждый голос, решение польских властей было предсказуемым. Варшава на национальном уровне пролонгировала запрет на ввоз украинского зерна на свою территорию. После этого в отношениях Киева и Варшавы произошел разлад. Украинские политики критиковали польского руководства. В Польше не стеснялись выражениях в адрес Украины. Дошло до того, что президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопленником и пообещал, что не позволит Киеву утянуть на дно и поляков. Отношения между странами, которые некогда называли друг друга ближайшими соратниками, не наладились и после выборов. В ноябре польские перевозчики обвинили украинских коллег в демпинге и начали блокировать границу с Украиной. Вскоре к ним присоединились фермеры. В Киеве все еще надеются, что новое правительство Польши пойдет на уступки, в ущерб национальным интересам. Видимо, надежда и правда умирает последней. Пригожинский мятеж. Как это было? Одним из центральных событий уходящего года стал так называемый Пригожинский мятеж. В ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» предприняли попытку вооруженного мятежа. Они захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и двинулись в сторону Москвы. Согласно заявлению основателя «Вагнера» Евгения Пригожина, по подразделению ЧВК нанесли удары. При этом Пригожин обвинил в нападении военное руководство России. На территории Москвы, Московской и Воронежской областей был введен режим контртеррористической операции. Все массовые мероприятия в столице были отменены. В Санкт-Петербурге на Золотой улице было взято выцепление сотрудников силовых структур здания ЧВК «Вагнер» центра. Утром 24 июня российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер». Путин заявил, что российское руководство не даст повториться в стране гражданской войне. Президент Российской Федерации назвал происходящее «ударом в спину», отметив, что сейчас решается судьба России, и это требует от народа единения всех сил. В итоге ситуацию с «Вагнером» помог урегулировать белорусский лидер Александр Лукашенко, который лично провел переговоры с Пригожиным. Переговоры длились в течение всего дня, в результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Вскоре появилась новость о том, что колонны ЧВК «Вагнер» разворачиваются и уходят в обратном направлении. Позднее в Кремле сообщили, что бойцы ЧВК не будут подвергнуты преследованию. Уголовное дело о вооруженном мятеже, возбужденное лично в отношении Пригожина, было прекращено. 29 июня Путин принял Пригожина и командиров ЧВК «Вагнер» в Кремле, где провел с ними трехчасовую беседу. А спустя месяц имя Евгения Пригожина вновь появилось на первых страницах российских и зарубежных СМИ. Вечером, 23 августа, в Тверской области разбился частный самолет «Эмбрайер». В списках пассажиров числился основатель ЧВК «Вагнер». Причины авиакатастрофы пока неизвестны. Следствие по делу крушения продолжается. Как Америка уничтожила Северный поток? Расследование Сеймура Херша. Взрывы на российских газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 стали одним из самых резонансных событий 2022 года. В этом году тема диверсии на газопроводах получило неожиданное развитие. В феврале известный американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью под названием «Как Америка уничтожила Северный поток». По сведениям журналиста, водолазы ВМС США в июне 2022 года заложили взрывчатку под нити газопроводов под прикрытием учений НАТО. А 26 сентября самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывные устройства. По сведениям Херша, решение проведения операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. Херш в своей статье довольно детально описал, как велась подготовка к диверсии, кто принимал все решения, какие мотивы были у США и Норвегии. Но то, что рассказ американского журналиста изобилует убедительными подробностями, обращали внимание многие эксперты. В пользу Херша говорит и его репутация. Он считается одним из лучших журналистов, работающих в жанре расследования. Международная известность пришла к Хершу в 1969 году, когда он обнародовал информацию о кровавой бойне, учиненной военными США во вьетнамской деревне Сонгми. Благодаря Хершу также стало известно о жестоком обращении американских военных с иракскими заключенными в тюрьме Абу-Грейб. Власти США заявили, что представленная Хершем информация о взрывах на северных потоках является ложной. Такой ответ можно было услышать и со стороны Норвегии. А спустя месяц после публикации Херша целая армада западных СМИ практически одновременно начала публиковать свою правду. Якобы за взрывами стоит некая проукраинская группировка. При этом, по данным западных СМИ, ни президент Украины, ни кто-то из его окружения с диверсией на газопроводах не связаны. США и Европа, само собой, тоже ни при чем. В Москве версию с украинским следом отвергли. Там заявили, что осуществить подобный теракт под силу лишь небольшому числу спецслужб. Президент России Владимир Путин заявил, что газопроводы Северный поток и Северный поток-2 взорвали, скорее всего, американцы или кто-то с их подачи. Москва продолжает настаивать на проведении международного расследования в связи с подрывом газопроводов. Однако это требование игнорируется. Летом шведская прокуратура обещала завершить расследование до конца 2023 года. Но ответственное до сих пор не найдено. Америка катится в ад. Как впервые в истории США судили экс-президента. Главному претенденту на пост президента США Дональду Трампу грозит то ли 500 лет тюрьмы, то ли 700. Никто уже и не считает. Чем ближе выборы в США, тем яростнее американские СМИ пишут о злом Дональде. А прокуроры ищут повода для предъявления экс-президенту новых обвинений. Трампа обвиняют в причастности к штурму Капитолия и попытке незаконным путем сохранить власть в ненадлежащем обращении секретными документами, мошенничестве, клевете и домогательстве. 4 апреля 2023 года Трамп был формально арестован на два часа в Нью-Йорке до предъявления официальных обвинений. Таким образом, он стал первым в истории США экс-президентом, которому было инкриминировано совершение уголовного правонарушения. В августе бывший американский лидер прошел через формальную процедуру ареста в тюрьме штата Джорджия по делу о вмешательстве в выборы. Трамп провел в тюрьме всего 20 минут. После освобождения он опубликовал в соцсети ИК свою тюремную фотографию. «Это был ужасный опыт. Я никогда не слышал выражения фото портрет арестованного. Такого меня в Ортонской школе бизнеса не учили», — заявил экс-президент. Чему учили Трампа, так это зарабатывать деньги. После формального ареста экс-президент собрал более 9 миллионов долларов в качестве пожертвований на проведение предвыборной кампании. Футболки, плакаты и кружки с фотографией арестованного Трампа разлетелись как горячие пирожки. Вскоре после этого Трамп заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года с целью спасти страну. «Наша страна катится в ад. Я верю, что у США есть последний шанс. Это самые важные выборы, которые когда-либо у нас были. Наша страна разрушается, и я могу изменить это очень быстро и спасти ее», — сказал Трамп. Бывший американский лидер уверен, что все обвинения в его адрес политически мотивированы и преследуют одну цель — выбить его из президентской гонки. Однако на деле судебное разбирательство лишь подогревает интерес к Трампу со стороны американцев. С начала года электоральный рейтинг политика существенно вырос. Результаты опроса, опубликованные в The Wall Street Journal в декабре, показали, что за Трампа готовы проголосовать 47% американских граждан. В то же время Байдена поддерживают 43% избирателей. Остальные кандидаты в президенты США значительно уступают своей популярности. Несмотря на то, что Трамп — очевидный фаворит президентской гонки, его участие в выборах под большим вопросом. 19 декабря суд в Колорадо постановил, что бывший американский лидер не может участвовать в первичных выборах республиканца в штате, поскольку он якобы причастен к попытке мятежа. В офисе Трампа уже заявили, что намерены обжаловать данное решение. До выборов в США остается чуть менее года. Вряд ли сегодня кто-то может спрогнозировать, кто выйдет победителем из президентской гонки. Или хотя бы кто дойдет до финишной прямой. Можно лишь быть уверенными, что процессы, которые будут происходить внутри США, так или иначе окажут влияние на мир в политическом, экономическом и военном контексте. Землетрясение в Турции и Сирии. Как стихийное бедствие перевернуло жизни сотен тысяч людей. 2023 год показал, насколько люди беспомощны и уязвимы перед лицом природных стихий. Землетрясение, наводнение, торнадо, извержение вулканов. В то время как человек стремительно изменяет планету, природа вносит коррективы в повседневную жизнь людей. Самой страшной и разрушительной катастрофой уходящего года стала серия землетрясений, которая в начале февраля произошла на юго-востоке Турции, затронув соседнюю Сирию. Сейсмическая активность ощущалась также на территории России, Кипра, Израиля, Ливана, Ирака, Армении и Грузии. Подземные толчки были зафиксированы даже в Гренландии. Жертвами стихии в общей сложности стали около 60 тысяч человек. Десятки тысяч пострадали. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган назвал землетрясение крупнейшим стихийным бедствием для республики с 1939 года. Трагедия в Турции и Сирии приковала внимание людей со всего мира. Из зоны бедствия непрерывно поступали фото и видеоматериалы, запечатлевшие разрушенные города, падающие на глазах многоэтажки, спасателей, которые пытаются достать выживших из-под обломков, а также людей, которые кричат от боли и горя и взывают о помощи. Произошедшая трагедия сплотила людей, которым приходилось действовать в тяжелейших условиях. Трудно было не только физически, но и психологически. Спасатели, волонтеры, местные жители работали сообща, помогая и поддерживая друг друга морально. Десятки стран оказали гуманитарную помощь в Турции, а также направили спасателей и спецтехнику для разбора завалов, поиска людей, оказания медицинской помощи. Беларусь направила в Турцию более 60 спасателей из республиканского отряда спецназначения «Зубр-МЧС». Силами белорусских спасателей из-под завалов был извлечен 51 человек, шесть из которых чудом остались живы. В то же время Сирия, которая не меньше нуждалась в поддержке, из-за западных санкций оказалась ограничена в получении необходимой помощи. Сирийские власти заявили о гуманитарной катастрофе в стране и призвали мировое сообщество протянуть руку помощи. В числе тех, кто откликнулся на призыв Дамаска, была Беларусь. Наша страна передала сирийцам гуманитарные грузы. А 8 февраля в Сирию был направлен белорусский медицинский отряд специального назначения. Медики развернули военно-полевой госпиталь в Алеппо, который в среднем принимал 200 человек в сутки. Землетрясения в Турции и Сирии в одночасье перевернули жизни сотен тысяч человек. Эта трагедия стала огромным испытанием. Но она также показала, что люди могут вместе, плечом к плечу преодолевать любые трудности, будучи опорой и поддержкой друг к другу. Робот разумный. Какие угрозы для человечества несет искусственный интеллект? Мы живем в мире, где порой трудно понять, что на самом деле хорошо, а что плохо. То, что призвано улучшать жизнь людей, помогать человечеству двигаться вперед, может оказаться самой большой угрозой. Взять хотя бы искусственный интеллект. В последние годы в этой области был совершен настоящий прорыв. Технологии искусственного интеллекта используют в смартфонах, системах умных домов, медицине, образовании и промышленности. Современные компьютеры и роботы могут самообучаться, совершенствоваться и даже принимать решения. С одной стороны, это позволяет ускорять деятельность человека в разных сферах. Но в то же время это порождает вопросы. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля и чем это грозит человечеству? В марте этого года на сайте исследовательского института будущего жизни было опубликовано открытое письмо, в котором звучал призыв сделать паузу в развитии технологии искусственного интеллекта до тех пор, пока не будут разработаны надежные протоколы безопасности. Письмо подписали более 30 тысяч ученых, экспертов и разработчиков в области искусственного интеллекта. Среди них такие известные личности, как Илон Маск и Стив Возняк. Письмо было опубликовано вскоре после того, как американская лаборатория OpenAI рассказала разработки нового, самого продвинутого на сегодняшний день чат-бота JPT-4. Авторы письма предложили ввести полугодовой мораторий на обучение систем, более мощных, чем данный чат-бот. Если такая пауза не может быть сделана в кратчайшие сроки, то правительство должны вмешаться и ввести мораторий, призывали подписанты. О том, что искусственный интеллект может нести угрозу людям, неоднократно заявлял Илон Маск. Бизнесмен отмечал, что ограничения в той или иной сфере зачастую вводятся слишком поздно. Если так получится и с искусственным интеллектом, и мы решим ввести ограничения только после того, как произойдет что-то ужасное, может быть уже поздно. К тому моменту он уже сам будет себя контролировать, предупредил Маск. В одном из интервью Маска спросили, может ли произойти так, что искусственный интеллект научится принимать решения самостоятельно, и люди не смогут отключить его. На это бизнесмен ответил утвердительно. «Все к тому идет, совершенно точно», сказал он. Еще одно тревожное заявление было опубликовано в мае Центром безопасности искусственного интеллекта в США. В нем говорится, что развитие технологии искусственного интеллекта грозит исчезновением человечества. Поэтому необходимо принять меры для предотвращения такого сценария развития событий. Снижение риска вымирания, которое может произойти из-за искусственного интеллекта, должно стать глобальным приоритетом наряду с другими угрозами, такими как пандемия и ядерная война, говорится в заявлении. Однако стоит внести ясность. Говоря об угрозах искусственного интеллекта, эксперты подразумевают будущее. На данном этапе развития технологии ни одна из интеллектуальных систем не способна мыслить. Искусственный интеллект не обладает той же многозадачностью, в которой может работать человеческий мозг. И если робот разумный все же однажды появится в этом мире, то это произойдет не скоро. И все же наше завтра определяется тем, что мы делаем сегодня. Поэтому закладывать основу мирного и безопасного будущего необходимо здесь и сейчас. Благо, что время еще есть, а значит в наших силах принять правильные решения.